Что полезного несут в себе растительные остатки? Растительные остатки, прежде всего, несут в себе вещества, полезные элементы питания для растений, для будущих урожаев. Ни для кого не секрет, что, например, растительные остатки, то же самое, азимой пшеницы, содержат в себе большое количество различных элементов питания. Это и большое количество азота, фосфора и калия. Причем, в принципе, растительные остатки, помимо макроэлементов, названных мной, содержат еще большое количество углерода, который будет повышать содержание гумуса в почве, это непосредственно полдородие. Конечно же, микроэлементы. А микроэлементы сейчас имеют широкое распространение в сельском хозяйстве, и, пожалуй, если макроудобрения применяются, то рынок, скажем так, микроудобрений с каждым годом растет и растет. Ну, то стоит заметить, на самом деле, что помимо полезных элементов, стерневые растительные остатки содержат в себе также какие-то негативные и отрицательные моменты. Какие именно? Все эти болезни ведут к существенным потерям урожая, ну, соответственно, порче качества продукции. Многие болезни, в том числе, остаются в непосредственно продуктовой, скажем так, части урожая и впоследствии могут вредить при хранении. Александр, ну вы плотно работаете с хозяйствами. Какие сложности возникают при разложении растительных остатков у них? При разложении растительных остатков самая главная сложность, это, конечно, содержание олигнина и плотная структура той же самой соломы, например, пшеницы. Если брать кукурузу, то это же, конечно, большое количество биомассы. Здесь, конечно, то количество микроорганизмов, которое содержится в почве, не всегда может эффективно бороться, скажем так, помогать разложению стерни. Тут, конечно, стоит задумываться и пользоваться дополнительными препаратами, в частности, различными препаратами для деструкции стерни на основе грибов. Вы предлагаете препарат «Эффект Био». В чем его особенность? В чем его уникальность? Уникальность препарата «Эффект Био» заключается в том, что помимо содержания нескольких штаммов, нескольких видов бактерий и грибов в составе, также те же бактерии и грибы в составе препарата находятся в споровой форме. Если говорить о грибах, это грибы рода триходерма. Это непосредственно те грибы, которые непосредственно участвуют в разложении стерни, которые, скажем так, забирают корбу фитопатогена, поскольку в большом количестве вместе с нормофлорой почвы развиваются на растительных остатках, выделяют ферменты специфические для разложения лигнина и непосредственно ускоряют разложение лигнина именно за счет того, разложение стерни именно за счет того, что выделяют специфические вещества, специфические ферменты. Кроме того, в составе препарата содержится бактерия «Бацилосубтирис». Особенность бактерии заключается в том, что она является очень злостным антагонистом и проявляет высокую активность против развития возбудителей заболеваний на стерне. Это является главным преимуществом препарата. Второе, конечно, несомненное преимущество – это форма препарата, непосредственно споровая форма. Большинство препаратов, которые представлены на текущий момент на рынке, представлены в мицелиальной форме. С одной стороны, такая форма кажется более эффективной. Вроде как грибы находятся в живом состоянии, могут непосредственно после попадания на стерню сразу наращивать большую биомассу и непосредственно вести к эффективному разложению стерни. Но здесь есть одна проблема. Любые микроорганизмы, как и растения, собственно, как и животные, не могут жить без воды. Во время заделки стерни, например, в второй половине лета, в почве обычно влаги не наблюдается. У нее падает большое количество осадков, и стерню обычно запахивает сразу сухую почву. Здесь возникает та самая проблема, когда мицелиальный препарат, попадая на поверхность стерни, еще не успевает образовать споры, не успевает образовать устойчивую к недостатку влаги форму. И в этом случае просто эффективность препарата теряется, грибы на стерне погибают, и разложения стерни не происходит. Споровая форма уникальна тем, что, попадая на поверхность стерни, те же самые грибы и бактерии, микроорганизмы споровой формы, они могут на поверхности стерни оставаться. Да, им нужно какое-то время, чтобы из споровой формы выйти и непосредственно приступить к разложению стерни, но тем не менее, из-за того, что они находятся именно в защищенной форме, они могут преодолевать этот недостаток влаги и спокойненько в нем существовать. После того, как влага появляется уже под осенний период, они начинают эффективно работать, эффективно разлагать стерни. Тут, пожалуй, главное преимущество, поскольку именно препаратов споровой формы на рынке представлено очень мало. Александр, а при благоприятных условиях сколько требуется времени, чтобы препарат начал работать? Вот, допустим, выпал дождь. При благоприятных условиях для того, чтобы препарат начал работать, начинает он работать примерно через 7-10 дней. То есть примерно в таком промежутке времени начинается развитие гриба, он уходит из споры в активную форму конезиальную, после чего, соответственно, начинает работать. Ну, конечно, для этого нужна влага, как мы уже говорили. Ну, где-то 7-10 дней. На вторую-третью неделю можно уже наблюдать активное разрастание мицелия, и дальше уже с каждым днем все сильнее и сильнее стерня начинает разлагаться. Если говорить о проявлении, о том, как увидеть, что препарат действительно работает, в первую очередь стерня начинает терять структуру. Тут стоит учесть, что даже внесение больших доз осознанных удобрений, как это делают многие, например, фермеры, не ускоряет так сильно развитие стерни, как именно внесение специфических препаратов, именно тех самых штаммов триходермы, которые специализируются на том, чтобы ускорять разложение стерни. Поэтому потеря структуры стерни, то же самое соломы, например, разимой пшеницы, лучше наблюдается при внесении тех же самых препаратов. Это непосредственно тот самый эффект. Через некоторое время можно взять ту же самую стерню, обработанную препаратом, которая находится в почве, немножко выкупать ее с почвы, очистить ее от почвы и увидеть, как она потеряет структуру, как она спокойно разваливается в руках. А если вы вспомните обычную стерню, обычную солому, ту же самую пшеницу, которая лежит на поле, она имеет твердую структуру, и разломать ее в руках, даже если скрутить между собой, будет очень сложно. Скажите, а есть ли доказательная база, опыты по разложению стерни? В каких хозяйствах вы работаете? Какие эффекты наблюдают? Мы работаем с хозяйствами по разложению стерни по всей территории Российской Федерации. Это как и влажные регионы, такие как Орловская, Курская, Брянская области, так и регионы с недостаточными уровнями увлажнения, в том числе и Волгоград, Центральное Черноземье, Ставропольский край, Краснодарский край. То есть по всей России мы работаем с нашими биопрепаратными частями разложения стерни, и везде получаем тот или иной результат. Конечно, стоит сразу заметить, что на наиболее влажных, скажем так, регионах, то есть в Курскую, Брянскую область, там эффективность препарата, ну препарат работает быстрее. Там, где осадков, соответственно, недостаточно, там, соответственно, скорость работы препарата в любом случае несколько ниже относительно тех же самых регионов с оптимальной или высокой влажностью. Но, тем не менее, препараты тоже работают, тоже ускоряют разложение стерни. Это, как бы, наш, по сути, результат многолетней работы с этим препаратом. Если сравнивать в пределах одного региона, делянки контроля, где не применялся биологический препарат, и делянки, где вы внесли эффект био, различаются? Пример использования препарата эффект био на группе культуры. Как вы можете видеть, как раз вот на 40-50-й день применения препарата эффект био по стерне, слева представлен, соответственно, вариант без обработки препаратом, то есть это стерня, которая лежала какое-то время в почве, после чего из почвы ее выкапывали, промывали, оставляли только растительные остатки, очищали их от почвы и раскладывали как между собой. Здесь вы можете видеть, что стерня без обработки за те же самые 40-50 дней структура своей не потеряла. Стерня в правой части экрана – это ячмень, пшеница, видите, очень сильно потеряла свою структуру, и это как раз говорит нам о том, что начался процесс разложения стерни, уже начали высвобождаться элементы питания, то есть те же самые элементы питания, которые могут быть в последующем доступны растениям. Решает ли ваш препарат проблему санации стерни? Да, конечно. Препарат эффект био решает проблему санации стерни, он очищает ее непосредственно от развития возбудителей различных заболеваний. В частности, здесь вы на слайде, на представленных фотографиях, можете видеть, как гриб триходерма ведет, скажем так, активное паразитирование на грибах рода склеротиня склеротом. А этот гриб непосредственно очень злостный возбудитель белой гнили, который сейчас проявляется практически на всех двудольных культурах и с каждым годом развивается все сильнее и сильнее. Проблема, например, со склеротиниозом заключается в том, что возбудитель гриба, те же самые склеротцы, гриба склеротинио склеротрум, они могут в почве сохраняться от 8-10 лет. Такую картину мы сейчас имеем, например, в рамках севооборота. Поскольку сейчас севообороты сокращаются, вот этот возбудитель не успевает, например, пролежать 7-8 лет в почве до следующей культуры, чтобы не развиваться особенно активно на ней, и, естественно, ее не повреждать. Сейчас у нас трехпольные севообороты в основном, трехлетка, и за 3 года при смене культуры, когда у нас подсолнечник, при том же самое, возвращается на одно и то же поле через 3 года, этот возбудитель склеротиниоза, склеротинио склеротрум, он развивается от почвы все сильнее и сильнее. В этом случае как раз применение препарата эффекта пива позволяет бороться с возбудителем данного заболевания очень эффективно. Второй тоже пример – это подавление развития грибов рода фузариум. Фузариум тоже повреждает сейчас все культуры, очень злостное заболевание, которое, как мы уже вначале говорили, находит свое проявление на всем спектре культур, потому что самое плохое на всем протяжении вегетации, то есть от проросков, повреждая корневую систему, до, соответственно, зеленой массы, повреждая стебли и вестей, непосредственно повреждая саму приемлемую. Еще есть примеры инфекции, которые вы выведили с помощью препарата эффект био? В данном случае, я думаю, что проще остановиться на одной, самой злостной именно на аспертинерсе, потому что здесь и триходерма, и бацилл субтилист наиболее эффективно работают против этого. Также могу сказать, что триходерма является гиперпаразитом на батритизе, кроме того, бактерии в стае препарата также подавляют развитие широкого спектра заболеваний, то есть это и аскохитос, и альтернариоз, и лужная мышечница роса, то есть широкий спектр заболеваний, с которыми борется биология. На самом деле, биологические препараты перед химическими имеют вот это самое главное преимущество – широкий спектр объектов применения. То есть если химические препараты, химически действующие вещества необходимо подбирать, исходя из развития заболевания, биологические препараты на основе грибов, на основе бактерий, они универсальны, поскольку селективно отобранные штаммы бактерии бацилл субтилист, они очень эффективно борются со всеми патогенными, скажем так, микроорганизмами, всеми патогенными грибами, ставят лучше. Понятно. Какую выгоду получает аграрий, если он разлагает стерню препаратом эффект био? Первая и самая главная выгода, которую получает аграрий при разложении стерни – это, конечно же, улучшение плодородия почвы, поскольку было проведено не одно исследование, которое показывает, что для бездефицитного баланса гумуса в составе почвы нужно рассеять на остатки из года в год запахивать и еще добавлять сверху какое-нибудь органическое вещество, например, в виде навоза. Если мы же говорим о ускорении разложения стерни, то здесь, конечно, не лишнее будет заметить экономической эффективности в пересчете, например, на удобрение. То есть сколько, по сути, мы получим экономическую эффективность при разложении того же самого, той же самой соломы. Как вы знаете, аграрий сейчас, у кого остается на полях большое количество соломы, они активно применяют такой агроприем, как сжигание стерни. Запрещенный прием, кстати. Запрещенный, конечно, прием, но многих это не останавливает. Они, думаю, что могут таким образом избавиться от большого количества, скажем так, растительных остатков на поле. Но проблема заключается в том, что они теряют непосредственно элементы питания, такие как азот, такие как поск, которые тоже стоят денег. Поэтому при применении препарата эффекта био, то есть если пересчитать элементы питания, которые высвобождаются в физическое удобрение, то есть, например, возьмем какие-нибудь 3 тонны соломы при урожайности, пшеница 30 сантиметров в гектар, условное соотношение один к одному, товарные и побочные продукции, мы получаем, соответственно, 15 килограмм азота, 4,5 килограмма фосфора и 30 килограмм калия. Дальше мы пересчитаем в это простые однокомпонентные удобрения и получаем почти 4 тысячи рублей. Ну, при стоимости того же самого препарата получается очень существенная выгода, более 3 тысяч рублей. То есть тут выгода, конечно, применения препарата наиболее очевидна. И, конечно, не стоит забывать о том же самом полдородье. Полдородье – это, скажем так, та часть почвы, то звено тех же самых севооборотов, как и климатические условия, которые не купишь. То есть если потерять полдородье на почве один раз, о высоких урожаях в будущие годы можно даже не мечтать. То есть какую бы эффективную схему химизации не применяли, какую бы эффективную схему удобрения не применяли, потеря полдородья – это, по сути, потеря урожайности. При цикличном применении препарата «Эффекты био» мы, конечно же, будем снижать фунгицидную, в том числе, нагрузку на поле. Хорошо, Александр, спасибо. Препарат хорошо работает. Да, разлагает все пожневные остатки. Вношу, конечно, вносим опрыскивателем. И сразу следом дискуем. Подбираем, правда, температуру, чтобы не было… Чтобы была не солнечная погода. Или в ночное время, ну или в вечернее, позднее вечером. Сколько забрызгали, столько сразу задисковали, для того, чтобы в день не оставалось на солнце. Считаю, что микробы все-таки действуют, помогают. У нас по тому, как за комбайном сразу вчера было 42 градуса. При такой температуре нежелательно вообще человеку на поле находиться. А эти вещи вносить вообще не советую. Вот сейчас вот буквально пойдут сейчас дожди, прохлада пойдет. И я так понял, что эти микробы нуждаются во влаге. И стараться максимально, чтобы воды было, скажем, там не 100 литров на вектар, а литров 300 было воды.